всем привет вы смотрите лоблог и это продолжение курса про основу javascript сегодня мы узнаем и познакомимся с такими понятиями как таймеры и анимации как нам создавать простейшую анимацию на javascript и так что у нас есть у нас есть браузер и редактор все как обычно индексы main.js есть две основные функции которые задают таймеры в javascript это setTimeout и setInterval это встроенные в javascript функции и также есть две функции которые прекращают работу этих таймеров и называется clearTimeout и clearInterval то есть очистить таймаут и очистить интервал так давайте рассмотрим как они работают сначала мы напишем функцию которая будет что-то делать например старт таймер пусть пока что в ней будет всего лишь один концу лог функция старт таймер сработала дальше мы создадим тот самый таймер то есть встроенная функция сайт таймаут и в нее нужно передать два параметра первое это наша функция именно в качестве объекта то есть мы ее не вызываем просто старт таймер а второе это дилэй она же задержка мы то есть смотрите 1000 это одна секунда это 1000 миллисекунд давайте сделаем три миллисекунды то и три секунды три тысячи миллисекунд теперь посмотрим браузер как у нас все это сработает перезагружаем считаем до трех раз два три вот видите она сработала так работает setTimeout чтобы еще раз показать вам как это работает мы сделаем следующее мы написали нашу функцию забили все таймаут который должен заработать через три секунды после запуска и после напишем alert то есть как все пройдет сначала будет работать ну создаст эта функция она сюда запишется потом произойдет alert и только через три секунды развернется наша функция старт таймер давайте посмотрим вот произошел alert теперь раз два три функция старт таймер сработал то есть понимаете получается обработчик живоскрипта идет по порядку все но alert наш произойдет раньше хотя он записан позже именно все из-за нашей задержки теперь давайте разберемся как работает clear таймаут функция которая отключает наш таймер сначала надо забить переменную наш это будет переменная таймер то есть мы нашу функцию туда забили результат нашей функции после чего можно писать clear таймаут и передать туда наш таймер как же теперь все это будет работать обратите внимание что просто напросто наш таймер никак не сработает потому что мы сразу же после его обозначения почти сразу же его и и очистили раз два три 4 5 и так далее все он не работает так работает clear таймаут теперь давайте создание какую простенькую анимацию вот у нас есть заготовку нашего что 05 каракаса давайте создание какой-то простой див с различником circle кружочек нарисуем есть небольшая заготовка по стилем этого кружочка быть у нас розовым поскольку вот такие вот тадам тадо тадам тадом 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 чем напоминает розовую пантеру вот и его мы и будем анимировать давайте этим и займемся так сначала мы создадим еще пара дополнительных назовем одну нашу delay задержку пусть она будет 10 маленькая это для анимации очень хорошее значение а это для счетчика ну и все теперь сама функция так мы будем инкрементировать наше i каждый раз после чего если i меньше 10 то мы будем запускать наш таймер и за место нашей задержки мы будем ставить переменную так увеличить мы будем после и сейчас проверим работу то есть смотрите мы сделаем цикл цикл из нашего сет таймаута это мы за ненадобностью пока что комментируем то есть что мы будем делать мы мы будем увеличивать наш счетчик ай на единицу с помощью нашего таймера с таймаут увеличивать мы будем здесь то есть получается как вот есть наша функция старт таймер и она будет каждый раз запускаться повторно после задержки после задержки в 10 миллисекунд который мы будем который у нас запускается здесь и как только достигнет 10 раз то она прекратится потому что условие перестанет выполняться то есть давайте это проверим так ага просто мы таймер-то не запустили вот то есть 10 раз она сработала все после чего наши условия не проходят она закончилась то есть например мы хотим подвинуть на определенное количество в какую-то сторону наш шарик и чтобы это выходило плавно мы будем двигать на определенное количество пикселей в какую-то сторону 10 раз после чего наш шарик остановится потому что мы уже написали условия его остановления когда счетчик равен меньше 10 так вот давайте же заставим наш розовый шарик наконец-то двигаться начнем с того что возьмем наш элемент документ get элемент by id circle после чего будем двигать давайте давайте вниз мы будем двигать элемент используем свойства элемента offset top это отступ от верха документа и после чего мы будем делать следующее так это мы можем комментировать элемент style как мы уже научили в прошлом уроке менять стили элемент style top bottom плюс 20 плюс пикселей так посмотрим что произойдет оп еще раз оп 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 видите наш розовый наш розовое яйцо падает сверху вниз то есть еще раз что мы сделали мы взяли отступ сверху изначальный он был равен пятидесяти и потом стали добавлять по 20 пикселей к нему за 10 повторений по задержкой 10 миллисекунд каждая и поэтому у нас получилось если мы увеличим время допустим до секунды то у нас будет очень медленно яйцо падает вот так и резко на 20 пикселей и резко достаточно если у нас то будет поплавней но все равно заметно а вот 10 самое то очень быстро поп просто 20 пикселей каждый раз увеличиваем получается такой цикл тук 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 пока он доходит когда он становится 10 все он прекращается наше яйцо ниже уже не падает если же мы уберем это условие то оно улетит куда-то в бесконечность вот такая простая анимация давайте сделаем что-нибудь посложнее и заодно познакомимся со второй функцией setInterval как несложно догадаться setInterval создает интервал постоянно повторяемый то есть мы можем делать следующее переименовать нашу функцию setTimeout хотя давайте лучше новую создадим наш таймер в setInterval и вот здесь заместо того что вообще setTimeout запускать повторно каждый раз через нашу задержку в 10 секунд мы просто будем после того как 10 раз пройдемся наш setInterval подключать точнее clearInterval и отправляем туда наш таймер посмотрим и у нас мы должны никаких изменений не заметить все должно быть то же самое смотрим да абсолютно то же самое давайте первое что мы сделаем сделаем возможность задавать на сколько пикселей мы будем увеличивать каждый раз наше движение вниз то есть вот это вот число просто так сюда вставить мы как переменной его не можем потому что функция сразу вызовется мы можем сделать такую хитрость мы можем написать обычную анонимную функцию и уже внутри нее вызовет наш стартаймер с каким-либо параметром вот допустим будет 20 как у нас до начальной было здесь тогда сюда в стартаймере мы уже можем этот параметр принять пиксел назовем его и сюда его вставить теперь посмотрим у нас ничего не изменится да а зато если мы напишем 50 то у нас летит вниз все глубоко вниз или например 5 наоборот или 10 вот он меньше побежал пусть будет 20 как и было изначально там теперь давайте сделаем чтобы наш шарик прыгал вниз вверх вниз вверх пусть он будет как будто каучук и будет скакать от потолка к полу для начала надо понять что у нас будет предельная высота до которой он будет подскакивать и какое-то предельное значение внизу типа нашего пола до которого он будет доскакивать внизу то есть нам нужно написать новое условие если пиксели больше нуля и потолок больше пусть будет 250 то есть это вот наш низ точнее пол до 250 пикселей до суда и пикселей меньше нуля и наш потолок будет меньше 50 как мы помним там 50 было теперь сюда так мы сначала будем если эти условия проходят то мы будем подчищать интервал наш таймер то мы все можем сгоментировать сгоментировать сюда висим так он пиксели можно минус единицу то есть когда допустим у нас 20 получается минус 20 он будет влетать вниз потом когда дойдет до 250 он начнется начнет лететь опять вверх то есть минус 20 пикселей на минус единицу будет уже плюс и так дойдет до 50 когда идет до 50 опять скидывается и начинает лететь вниз и так далее давайте посмотрим что получилось вот видите как он быстро у нас летает давайте сделаем помедленнее так это слишком медленно как будто slow motion вот так 50 наверное нормально будет да такой вот каучуковый мячик у нас получился вот в принципе это все что я хотел вам рассказать два метода setInterval setTimeout и два метода очищающих их это clearInterval и clearTimeout все всем спасибо и до новых встреч смотрите свой блог